Увеличение экспорта российской продукции – одна из ключевых задач, которые ставит президент Владимир Путин. Организации, реализующие корпоративные программы повышения конкурентноспособности в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» вправе рассчитывать на господдержку. Этим вопросом и посвятили заседание «Круглого стола», которое провел глава Чувашии Михаил Игнатьев. Международная кооперация и экспорт – один из национальных проектов, призванный не только стимулировать внешнеэкономическую деятельность, но и повышать конкурентноспособность предприятий-участников. Общие объемы финансирования проектов в целом по России – около триллиона рублей. Промышленный экспорт – это 422 миллиарда рублей, экспорт продукции АПК – 407 миллиардов рублей. Касаясь обрабатывающих производств, касаясь химической промышленности, машиностроения, пищевых перерабатывающих предприятий, эти предприятия у нас известны, мы всегда их называем. Но касается экспорта продукции АПК, в прошлом году – 23,5 миллиона долларов. Это тоже очень важно. И в 2024 году мы должны выйти на 50 миллионов долларов поэтапно, пошагово. Все эти мероприятия в дорожной карте у Министерства сельского хозяйства у нас расписаны, и у Федерального министерства сельского хозяйства. Это только цифры по агропрому. Перед промышленниками стоят еще более амбициозные задачи. На их долю приходится почти 90% внешнеторгового оборота. Впрочем, поддержка тоже будет ощутимой. Это и кредитование, и льготное финансирование, и субсидирование логистических затрат, и развитие инфраструктуры экспорта. Уже определен порядок формирования утверждения единого списка организаций, реализующих корпоративные программы повышения конкурентной способности. Для включения в единый список российских организаций, реализующих корпоративные программы, будут отбираться наиболее эффективные предприятия. Критериями отбора станут экспортный потенциал и объем финансирования для обеспечения выхода продукции на внешние рынки, отметил Михаил Игнатьев. Сегодня продукция чувашских производителей представлена на рынках 79 стран. Благодаря проекту географии поставок и количеству предприятий, реализующих корпоративные программы повышения конкурентной способности, должны увеличиться. Сам выход на экспорт, он не так прост, но и в европейские страны. Вот мы сегодня пытаемся выйти на экспорт на немецкий рынок. Более трех лет занимаемся этой работой. И мы ожидаем, что в этом году, в конце года, мы все-таки получим разрешение на экспорт в Германию. И только по факту уже совершения экспорта можно обратиться за поддержкой.